Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, в сегодняшнем ролике покажу свое продвижение по платью Ассоль. Расскажу еще кое о чем. И покажу, как при моем методе вязания, он у меня восточный, провязываются разные виды петель. Две петли вместе с наклоном вправо, влево, при центральной лицевой, когда три вместе. Это я вам все покажу, потому что уже давным-давно ко мне поступали такие просьбы. И, конечно же, покажу рисунок, которым я сейчас буду вязать. Уже вяжу не с платья. В общем, кому интересно, оставайтесь. Но прежде чем мы перейдем к узору, хочу рассказать о том, что пряжа здесь итальянская, которая называется фреска, бобинная пряжа, 480 метров на 100 грамм. Это такой шнурочек пряжи из интернет-магазина, бобинной пряжи, филата итальяна. Не забывайте там про вашу дополнительную 5% скидку. При заказе нужно указать слово Елена. Что хочу сказать об этой пряже. Пряжа очень-очень мне нравится, но все-таки девочке она дает усадку. В предыдущих роликах я вам показывала и рассказывала, что вот эту часть я вязала на спицах 3,25 и после стирки, у меня здесь буквально 17 сантиметров было отвязано, я постирала. Во-первых, пряжа раскрылась, петельки стали плотными, но она немножко и села. В 17 сантиметрах это, возможно, не столь было заметным, но когда я провязала вниз такое внушительное расстояние, вчера я еще раз решила постирать. И я измерила вот это расстояние от кокетки и до низа платья. У меня здесь было 44 сантиметра. После стирки стало 42 сантиметра. Так что, мои хорошие, пожалуйста, учтите, дайте там сантиметров 5 на то, что пряжа сядет, дает усадку все-таки этот хлопок. И я заметила, что вообще шнурковый хлопок дает усадку. А вообще мне очень нравится качество пряжи. 100% хлопок, это шикарно. Я уже перешла вязать ажурные листья. Сейчас я покажу, что это будет за ажур. И немножечко расскажу схему. Схему, кстати, я оставлю во вкладке в сообщество. Я нашла схему без опознавательных знаков. Я уже выражала свое мнение по этому поводу. И со спокойной душой могу оставить эту схему. Схема очень простая. Вот так выглядят листья в вязаном полотне. Очень красиво. И мы сегодня с вами... Я покажу схему и покажу вот эти петли при своем восточном методе вязания. Ну, не правда ли, красота красивая. Попетельные мастер-классы есть на ютубе. Я даже покажу вам канал, где все есть попетельно. Канал называется Лана Ви. Почему-то девушка перестала его вести. Но там очень много полезной информации. И вот эта кокетка есть у нее на канале Попетельно. И там есть ее схема, которую она запрещает размещать. Поэтому я не хочу рисковать. Я оставлю ссылку на ее канал. И на этот ролик, где вот попетельно связана вот эта кокетка. Очень много у нее интересных видео. Но вот почему-то два года уже не ведется канал. Очень жаль. Талантливая девушка. Она там переводила с французского. Я так поняла, она какое-то время жила во Франции. Может быть и сейчас там живет. Но по каким-то причинам перестала вести свой канал. Так что попетельный мастер-класс на эту кокетку уже есть на ютубе. Мне вообще как бы... Ну, зачем я буду повторяться? Это будет, так скажем, нерентабельно для меня. Но показать моменты, как эти петли провязываются при восточном методе вязания, я сегодня вам, конечно же, расскажу. И покажу сейчас схему, как выглядит. Значит, вот я начала уже вязать этот ажур. Напомню, что после первого своего ВТО, вот здесь, я поняла, что для этой пряжи нужны более... Ну, спицы большего размера. И я сейчас вяжу на четверке. А здесь, повторюсь, был 3,25. Так что, девочки, во-первых, те, которые заказали эту пряжу, я думаю, что вы уже ее получили. И напишите, если уже начали вязать, напишите, поделитесь вашим впечатлением о бобинном итальянском хлопке. Для меня это очень важно. И важно для хозяйки этого прекрасного интернет-магазина Филата Итальяна. Она ждет ваши отзывы. Ну, а сейчас я покажу схему, и мы перейдем на стол, и я покажу, как я провязываю эти петли. Да, еще важный момент. При стирке, вот, казалось бы, на такой сочный цвет, казалось бы, ну, хоть немножко-то линька будет. Девочки, линьки нет от слова вообще. Я, чтобы не монтировать видео, сейчас включу это видео на канале, где, ой, на канале, на телефоне. И вы, пожалуйста, посмотрите, как я стирала это платье. И такой сочный цвет не дал линьки от слова совсем. Итак, вот это видео. Я стираю, замочила вот это платье. У меня здесь шампунь. И я стираю. И вот вы посмотрите на эту воду. Вообще удивительно. Это о чем говорит? Это говорит о качестве пряжи. О пряже, которая дешевле турецкой. По 180 рублей был этот хлопок. Это вообще удивительно. И еще хочу раскрыть немножко секрет на будущее. Нас ждет еще новая пряжа из этого интернет-магазина. Леночка ждет эту пряжу, новую поставку. И она придет где-то 11 мая, как раз на мой день рождения. Наверное, подарок мне. И я буду выбирать из этой пряжи что-то из этих новинок. Конечно же, потом расскажу об этих новинках. И, конечно же, нас ждут новые мастер-классы. Так что вот можете убедиться, что пряжа не линяет от слова совсем. После вот этой стирки я даже не раскладывала полотно горизонтально. Я просто повесила его на перекладину в ванной. И оно высохло. И все. То есть, я так предполагаю, что это платье можно будет спокойно стирать в машине. Конечно, при температуре 30 градусов. Так что вот такое качество пряжи я до сих пор под впечатлением. Хочу вам показать, сколько пряжи у меня осталось. Я надеюсь, что мне хватит на это платье. И посмотрите, как вот этот узор спицами, который я сейчас вяжу на юбке, как он отлично гармонирует вот с этим узором. Верх платье связан крючком. На мой взгляд, ну, ну, просто очень красиво смотрится. Вот этот узор я уже оставляла во вкладке в сообщество. Кто хочет, заходите и смотрите. Вот этот узор крючком. Сегодня я оставлю схему вот этого узора спицами. Ну, на мой взгляд, очень классно. Я, конечно, могла бы сейчас вязать крючком. Но крючковое полотно все-таки больше забирает пряжи. А у меня здесь осталось, ну, где-то грамм 200, я так думаю. Как раз вот довязать низ платья. Поэтому я вот выбрала вот этот узор спицами. А вот этот узор, сейчас вы видите его на экране, раппорт узора составляет 12 петель. И посмотрите, какие здесь петли. Значит, квадратика, черный квадратик с левой и с правой стороны, это петли, две вместе с наклоном, соответственно, вправо-влево. Вот этот, вот это вот три лицевые вместе с центральной. Накид, лицевая. Все. Ну, и синий квадратик, это нет петли. Вот такая простая схема узора. И сейчас я вам покажу, как я вяжу петли при восточном методе вязания. Вот когда наклон, две петли с наклоном влево, с наклоном вправо. Ну, и вот эту петлю, как я вяжу, три вместе с центральной лицевой. Те, кто перешел на восточный метод вязания, я думаю, что это будет полезная информация для вас. Итак, поехали. Схемы у меня распечатаны нет. Я вам просто покажу несколько приемов петель при восточном методе вязания. Итак, у меня по платью 22 рапорта узора, 22 умножьте на 12, это получите то количество петель, которое у меня есть. Итак, сейчас у меня будет идти две петли вместе лицевой с наклоном влево. При моем методе вязания, у меня вот так развернута петля, я буду провязывать просто две вместе лицевой, наклон у меня, заметьте, идет не сверху, а снизу при восточном методе вязания. Вот это первое, что я хотела показать вам, как провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево. Дальше у меня по рисунку идет две лицевые, накид будет три лицевые, обратите внимание, петля захвата идет снизу при вязании восточным методом, три лицевые я провязала. Теперь я делаю накид, лицевая, накид и в обратном зеркальном отражении провязываю три лицевые, накид, две лицевые и вот сейчас мне нужно будет провязать две вместе лицевой с наклоном теперь вправо. Вот здесь я меняю петли положения их, вы это меняете при классическом методе вязания, когда провязываете наоборот влево, а при восточном методе вязания две вместе лицевой с наклоном вправо, поменяли положение петель и за передние стеночки провязали их две вместе. Вот это второй момент, который я вам показываю, две вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше у меня идет накид и вот эти вот три петли, сейчас следующий прием, мне нужно провязать три вместе лицевой, но чтобы центральная была сверху. Что я делаю, смотрите, снимаю вот эти две петли, снимаю две петли, теперь вхожу в первую петельку, вытаскиваю спицу и вот эту петлю набрасываю на первую петлю. То есть, у меня вторая петля стала первой. И теперь вот эти две петли и следующую петлю я провязываю три вместе. Вот и все. И посмотрите, как красиво лежит вот эта центральная петля. Это тот случай, когда нужно провязать три лицевой вместе с центральной лицевой петлей. Все. Делаю накид и вязание повторяется. Две петли вместе лицевой с наклоном влево, дальше идут две лицевые, накид, три лицевые, накид, одна лицевая. И теперь в зеркальном отражении. Накид, три лицевые, накид, две лицевые, теперь две вместе лицевой с наклоном вправо, меняю местами расположение петель и провязываю за переднюю стенку две вместе лицевой. В камеру не очень удобно показывать, надо хорошенько захватывать, поскольку у меня здесь идет подмот из тонкой пряжи, тоже итальянская, хлопок с сольном. Поэтому вязать не очень, ну как бы надо внимательно подхватывать две ниточки. Все, вот мы провязали две вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И сейчас три вместе лицевой с центральной лицевой сверху. Вхожу, теперь меняю положение первой и второй петли. Теперь вторая петля у меня стала первой. И захватываю теперь три петли и провязываю их три вместе. Вот получается центральная лицевая, три вместе лицевой. Вот я вам показала три метода провязывания. Петель с наклоном две вместе с наклоном вправо-влево и с центральной петлей при провязывании три вместе лицевой. Ну а теперь еще хочу показать вам, какое богатство я у себя нашла. И ответить на один комментарий. Я покажу вам продвижение по этой, не знаю, что это будет, рюкзак, авоська. Мы начало, я вам показывала. Это узор как раз на базе вот этой круглой кокетки крючком. Схема есть, повторюсь, в сообществе. Вот как я продвинулась. Ну и еще вам хочу показать один момент. Так, это немножко позже. Во-первых, покажу, какие донышки я нашла. Я о них, честно говоря, забыла. И вы мне задавали вопрос. А можно ли вот эту авоську, вот эту сумочку, связать на овальной кокетке? Девочки, конечно же, можно. Ой, на овальной кокетке. Господи, заговорилась. На основе овальных донышек. Девочки, конечно же, можно. Эта донышка тоже не совсем круглая, оно овальное. Но есть более вытянутые варианты. У меня вот я нашла донышки от Т-Декор. Т-Декор громаднейшие. Благодарю. Ссылку я оставлю. И посмотрите, пожалуйста, какие там цены на эти донышки. И вот их столько у меня. Представляете, сколько нас сумок ждет. И Т-Декор, тоже открою секрет, присылает мне, должен прислать еще вот ручки красного цвета. Посмотрите, зайдите, посмотрите там и на ручки. Они тоже по привлекательной цене. И вот придет вот такая ручка, только красного цвета. Хочу ее применить вот в этой своей авоське. Посмотрите, какая красота красивая у меня уже получается. Не знаю, будет ли вот здесь вот эта вот ручка. В принципе, можно связать и вот такую сумку оставить. Можно здесь, чтобы она затягивалась и принимала вот такой сумка торба. Очень красиво тоже будет. Но еще раз повторюсь, вяжите по этой схеме. И на вот таких продолговатых, если у вас вот такие продолговатые донышки, тоже будет смотреться классно. Я тоже буду вязать следующую сумку по этой же схеме, но на основе, на базе уже вот этих вот донышек. Мне очень понравилось это занятие. И получается красота красивая. Но сейчас я вам еще хочу рассказать о том, как я, глянув неправильно на схему, мы ходили гулять в парк отдыхать, и я неправильно посмотрела на схему, и сама того не понимая, ее изменила. Вот эта схема. Пошли мы гулять. Я взяла с собой эту авоську, и мне нужно было вывязать еще вот эти вот два листочка. А я уже решила, что я их связала. И я стала вывязывать вот этот третий. И посмотрите, какая лилия. Теперь это уже даже не листочек, а получился цветочек. Посмотрите, как красиво это смотрится. Ну, вот как будто это вот у него листики, у этого цветочка, а это вот сам цветочек. Я когда это увидела, сначала я прям огорчилась, думаю, ну как я могла, как я могла, вот глаз упал не туда. И все, и у меня изменилась схема. То есть вместо вывязывания вот этих вторых листиков, я сразу связала третий. Вы можете себе представить. И решила я не распускать. Потом присмотрелась и посмотрела, что да все классно. Кто сказал, что это неправильно? Да все даже очень даже правильно. Единственное, что я вот здесь тоже не сразу пошла на расширение, а вот эту вот часть я немножко провязала прямо. Вот она вот здесь. Вы это тоже можете увидеть, что вот эта часть длиннее, чем по схеме. Ну, конечно, если опустить вот эти вот листики, их же у меня нет. Вот. И получается вот эта часть, тогда у меня получилось короче. Вот, видите? Так что вот так вот, не понимая то, что... то, что я натворила, у меня получилась вот такая своя схема и свой узор. Так что не бойтесь экспериментов. Вяжите, экспериментируйте, меняйте, и все будет замечательно. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok